Программа «Без вопросов» в студии Сергей Королёв. Всем доброго вечера. Сегодня четверг, 24 апреля. 20 часов, 3 минуты, московское время. И в гостях сегодня Александр Параханов. Александр Андреевич, приветствую вас. Очень рад. Здравствуйте. Обычно по понедельникам Александр Андреевич приходит в гости на русскую службу новостей, но так как два понедельника Александр Параханов отсутствовал, он расскажет о том, где он бывал всё это время чуть позже. То вот сегодня во внеурочное время, в четверг, Александр Андреевич здесь, в студии. Ситуация на юго-востоке Украины накаляется. Я предлагаю начать именно с этой темы, потому что тревожные сообщения приходят из разных городов. Вот сейчас вроде как спецоперация в Славянске приостановлена, но официальных подтверждений этой информации нет. Средства массовой информации, информагентство пишут об этом. Но, и причем, знаете, какую причину говорят, что приостановлено из-за учений российской армии в приграниченных с Украиной районах. Но все ссылки на источники. То есть реально мы не знаем, что там происходит. Наш корреспондент вот регулярно выходит, сообщает то, что ей, Ирине Топорковой, видно, но, конечно, далеко не все. А данные со всех сторон приходят противоречивые. Сергей Шойгу заявил, что российская армия начала учения в приграниченных с Украиной районах. Мы вынуждены реагировать на такое развитие ситуации, заключил министр обороны. Вообще есть на фоне того, что происходит сейчас на юго-востоке Украины, есть варианты мирного решения кризиса? В сегодняшний день очень важен рядом с заявлением, которые сделали российские представители и российские журналисты. Эти заявления отличаются от тех, что делались накануне или в течение всего предшествующего периода. В этих заявлениях сказано, первое, началась гражданская война на Украине. И второе, что более важно, что в этой гражданской войне, где начинают гибнуть люди, Россия не может оставаться равнодушной, и Россия вмешается в этот конфликт. Вот эти заявления были сделаны прямую или косвенно, или полунамеками. Эти заявления прокатились волной, начиная от президента Путина и министра обороны Шойгу, кончая нашими интеллектуалами, политологами и вашим покорным слугой, который сегодня выступал на «России-24». Александр Андреевич, ну единственное, что, конечно, ни Сергей Шойгу, ни Владимир Путин не сказали, что Россия будет вмешиваться. Пока такого не было произнесено. Что сказал Путин? Если действительно сегодняшний режим в Киеве начал применять армию против населения внутри страны, то это, без всяких сомнений, очень серьезное преступление против своего народа. Если сегодняшние власти в Киеве это сделали, то они, конечно, хунта уже, ну и так далее. Да, но здесь не было... Нет, это не важно. Он мог при этом сказать, что он любит Киев, обожает Софию Киевскую и вообще православный человек. Он не сказал это. Он сформулировал это, как политик, готовый отдать приказ войскам вмешаться в этот конфликт. И смотрите реакция. Вот Шойгу говорит, мы начинаем учение в приграничных районах, в приграничных с Украиной. Тут же поступает сигнал с Украины, что приостанавливаем спецоперацию. Не заблуждайтесь. Обман. Не заблуждайтесь, потому что спецоперация началась после того, как в Женеве было заключено широко разрекламированное, очень авторитетное, патетическое соглашение между киевлянами, европейцами, американцами и русскими. Это заявление было сделано как акт, предотвращающий гражданскую войну. Как акт, который предшествует крупномасштабному политическому урегулированию и компромиссу. Сразу же после этого заявления в Киев прилетел Байден. И после разговора в Байдене об энергетической безопасности Украины началась контртеррористическая операция. Поэтому, повторяю, вот этот фиговый листок этого женевского заявления, его никто не рассматривал всерьез. И украинцы, которые начали сразу же контртеррористическую операцию, их не остановят войска русские, которые находятся на границе. По одной простой причине. Мы все еще находимся в заблуждении. Мы все еще считаем, что стратегическая цель Америки на Украине, это в конечном счете создание баз НАТО под Харьковом, ориентированных против России. Но это заблуждение. Стратегическая цель Америки в Украине превратить эту страну в кровавое месиво, в хаос, в непрерывно длящуюся гражданскую войну. Наподобие той, что ведется в Ливии, в Ираке или в Сирии. Но эта война будет вестись не в Северной Африке, а на южных границах России. Этот кровавый котел, бурлящий, ненавидящий, стреляющий, дымящий, он будет выбрасывать протоберанцы, которые будут пробивать русскую границу и достигать не только Брянска, Белгорода или Ростова, но и Москвы, но и московских площадей и улиц. Поэтому украинцев не удержат присутствие русских войск на границе. Наоборот, террористическая операция будет продолжена, Россия туда ворвется, потому что она не может оставаться безразличной, безучастной, когда бьют русских братьев и из огнеметов расстреливают пленных, а на фонарях качаются русскоязычные, у которых вырезаны языки, потому что они говорят по-русски. Это все произойдет. Надо быть к этому готовы. Надо отбросить все иллюзии, все пацифистские, все миротворческие иллюзии, лишь бы не было войны. Война началась. Она началась на Украине. Турбулентный процесс этой войны. Можно захватить огромное количество стран и народов. Надо жить без иллюзий. Могу я сформулировать вашу точку зрения так? Мирного разрешения конфликта на Украине нет? Мирного разрешения конфликта на Украине нет. Не было намеков на это мирное разрешение. Было медленное, на мой взгляд, слишком медленное вскипание Юго-Востока. Русский Юго-Восток, как это водится у нас в нашей России, долго запрягался. Но теперь, похоже, особенно после того, как вчера и сегодня пролилась кровь на баррикадах и на блокпостах, этот процесс будет убыстряться. Давайте перед тем, как уйти на рекламу, запустим короткое голосование. Мирного разрешения конфликта на Украине нет. Вы согласны с Александром Парахановым в этой точке зрения? Да. Да. 916-55-81. 916-55-81. Код 495. Не забывайте. Нет, вы считаете, что еще есть какие-то мирные варианты. 916-55-82. 916-55-82. Голосование идет. Через минуту после рекламы подведем итоги. Очень активное голосование. Спасибо всем, кто принял участие. Вот результат. 75,2%. Согласно с вами, Александр Андреевич, мирный вариант на Украине уже невозможен. Соответственно, 24,8 считает, что еще какие-то пути невоенные можно найти. Невоенные решения этого конфликта. Вот такие результаты голосования. 788-107-0. Телефон в студии по коду 495. Чуть позже будем принимать ваши звонки. Сообщения уже сейчас присылайте с вопросами, репликами. Плюс 7-925-101-107-0. СМС-портал. И сайт русновости.ру. В правом верхнем углу специальная кнопка. Я хотел еще спросить про Крым, про его будущее. На этой неделе появился законопроект, в Думу он внесен уже, о том, чтобы создать в Крыму игорную зону. Даже уже определили, во что это может обойтись, какие дивиденды это может привести, где эта зона может быть создана, разбита. И, соответственно, сколько людей там будет задействовано, как это оживит экономику полуострова. Ваша позиция? Я был неприятно удивлен. В общем, возмущен. Мне казалось, что после присоединения Крыма к России, Крым становится синонимом русской святости, русского света и русского ренессанса и возрождения. Я думаю, что подход России к Крыму, чем бы Россия там ни занималась, военно-морским флотом в Севастополе или созданием новой экономики, или прокладкой дорог, или ремонтом обвалившихся храмов и крепостей, Все это должно носить элемент святости, обожания и благоговения. А туда Россия нанесет игорную зону, казино. Давайте игорную зону, и казино расценивать как мощнейший духовно-экономический вклад в развитие Крыма. Казино и Лас-Вегас, они никогда не приносят дохода государству. Доход приносит среда, в которой работают эти казино. Это притоны, это питьевые заведения, это тайная торговля наркотиками. Это вся та мерзость, которая окружает вот эти сверкающие небоскребы в Лас-Вегасе. И что мы хотим создать в Крыму, в этой святой, нежной, хрупкой, божественной земле второй Лас-Вегас, мне это кажется кощунством. Я думаю, что сами крымчане и мы, русские патриоты, должны воспротивиться этому. В Крыму мы должны строить университеты, духовные центры, экономика Крыма, усиление флота черноморского в четыре раза принесет Крыму больше доход, чем все эти казино и горные зоны. Поэтому мне кажется, что общественность уже наподнялась против этого решения. Оно странное, оно неразумное, оно несвоевременное. Мы должны принести в Крым Чехова, Толстого, Бунина, великих поэтов, которые окормлялись Крымом и окормляли Крым. Мы должны вернуть Крыму славу, самого, может быть, духовного и божественного места в России, откуда повелось русское православие. Тут два момента. Безусловно, закон еще не принят, он только внесен в Государственную Думу. И, ну, очевидно, будет дискуссия по этому поводу и среди депутатов, и в обществе. Но ведь появился он, наверное, не случайно. И комментарии по поводу того, где что будет размещаться, какие доходы в бюджет региона ждут, комментарии идут вот от того же Тимир Галиева, например, вице-премьера Крымского. То есть, ну, очевидно, они, ну, если не с их подачей, то, по крайней мере, при их согласии этот законопроект появился. О чем это говорит? Это говорит о том, что не учитывается метафизический, мистический, божественный смысл русской истории. Вот о чем это говорит. Это говорит о приземленности, о сиюминутности вот наших политиков, которые, может быть, ошеломлены этим актом и не видят этим актом светоносного, восхитительного и божественного. Множество законов, которые принималось в это время, законов, которым аплодировала Дума, принимала их на ура, множество законов привели к краху и к катастрофе. Чего стоит закон о лесном кодексе? Лесной кодекс, который, по сути, уничтожил лесную охрану, передал наши леса в руки стяжателей и олигархов, привел к чудовищным лесным пожарам. Мы сейчас видим, какой это катастрофический был закон. Или закон о землепользовании, торговле земли. Вся русская пашня захвачена латифундистами, которые эту пашню держат в забросе, она зарастает березами, зарастает мелколесием. Не все, что вносится в Думу, приобретает форму закона, оно идет на пользу России. Эти законы должны фильтроваться через общественное мнение. Русский народ – консервативный народ. И эта консервативность русского народа связана с глубинным представлением России о духовном. Если мы начинаем бороться с безнравственностью Запада, если мы делаем ставку на консервативные базовые ценности, какое отношение к консервативной базовой ценности имеют казино, к рулетке, к ламбертным столам, к рупье, к этим вэпивонам, к Джеймсу Бонду, к этим самым злачным, отвратительным западным центрам, где расстреливается крымское население. Мы что, хотим крымских девушек, этих очаровательных красавиц, бросить в недра вот этого страшного котла? Ваша альтернатива. Вот внесен такой закон, который, как просчитали, должен принести большие дивиденды экономики. Моя альтернатива? Да, вы бы какой закон внесли сейчас, касающийся Крыма, в первую очередь? Да никакой бы закон я не вносил. Потому что Крым присоединен к каким-то законам нужно вносить. Никаких законов не нужно вносить. Сделать особую экономическую зону. Да не хочу никакой экономической зоны. Сделать особую духовную зону. Духовную зону? Делать особую духовную зону. Вот. Пожалуйста, это духовная зона. Если у нас в России есть Троица-Сергиевский посад, Троица-Сергиевская лавра, это особая духовная зона. И сейчас под Москвой президентским указом восстанавливается русская Палестина, Новый Розалимский монастырь. Это огромные очаги света. Там, где свет, там будет и экономика. Там, где свет, туда придут сильные, здоровые духом и телом предприимчивые люди. А там, где тьма, туда придут мерзавцы. Туда придут ловкие проходимцы и ловкачи. Я бы не носил никакого закона. Вы понимаете, вы придете с такой инициативой. Вот нужно создать в Крыму особую духовную зону. Нет, ну зачем? И смотрите, я просто пытаюсь понять, как это происходит сейчас в жизни. Вы не спрашивайте меня. Нет, я не спрашиваю. Я предполагаю. Альтернативой закону о игорных зонах я бы внес закон о создании в Крыму атомного полигона, например. С тем, чтобы в Крыму взрывать атомные бомбы. А вы думаете, что этот закон чем-нибудь отличается от закона об игорных зонах? Это и есть атомная бомба. Это и есть яды, которые будут там взрываться. Я знаю человека, который, если в Крыму откроется казино, вот она каждое лето, моя знакомая, моя очень хорошая коллега, каждый лето ездит со своей дочерью в Крым. Говорит, если там появится игорная зона, если там будут казино откроются, не поеду больше. Я думаю, что не она одна. Говорит, я-то поеду в Крым, я-то поеду в Крым, но я буду... Но не в казино. Я буду молить, нет. Я буду молить Господа, чтобы на эти казино, на эту горную зону пролился горячий пепел. Сейчас мы должны разлучиться еще на несколько минут. Короткая реклама, после чего продолжим. Программа «Без вопросов». В студии писатель Александр Проханов. И сейчас я еще раз напоминаю координаты прямого эфира. Плюс семь девятьсот двадцать пять. Сто один, сто семь и ноль. Ваши смски приходят сюда. Русновости.ру, если вы в интернете, пишите онлайн. И семь восемь восемь сто семь и ноль. Телефон в студии, код четыре девять пять. Позже, во второй части программы, будем принимать ваши звонки, ваши реплики. А сейчас, Александр Андреевич, Северная Корея. Именно оттуда вы вернулись. Ваши впечатления. Да, я там постранствовал. Ваша поездка. Около двух недель. И знаете, как ни странно, выбирая место для своего путешествия, я не поехал в Лас-Вегас, чтобы поиграть в казино. Я не поехал в Европу, эту холеную, сытую, где сейчас уже на каждом углу венчаются гомосексуалисты. А в Северной Корее запрещен игорный бизнес? Я не поехал, нет, в Северную Корею, на каждом углу встают игорные автоматы, люди режутся в карты, дербанят водку, говорят по-английски. Вы слышите иронию в моем вопросе. Ну, зачем вы меня спрашиваете о чепухе? Я поехал в Северную Корею, потому что это одна из самых загадочных стран сегодняшнего мира. Причем эта страна находится на границах с моей родиной. Потому что эта страна оболгана. Она окружена клеветой. Она американцами названа страной-изгоем. Она демонизирована. Она демонизирована так, как в свое время демонизировался Советский Союз, который американцы назвали империей зла. И так, как сейчас начинает демонизироваться Россия постепенно, но неуклонно. Я хотел бы посмотреть на страну, которая одна на земле выдержала чудовищное давление Америки и не пала перед ней. Перед Америкой пал Советский Союз. Прогнулось все человечество. Нет стран, включая Китая, которые так или иначе не преклонили свою выяву перед этой империей, великой американской империей, реальной империей зла. И только маленькая Корея сумела все эти годы так организоваться, создать такой уклад и такой строй, что она выдержала это давление. Ее суверенность, ее гордость оказалась выше экономических и политических интересов. Это заслуживает огромного внимания, огромного интереса. Я поехал там посмотреть на эту страну. Я увидел эту страну. И я не увидел концлагеря. И я не увидел унылых, зачехленных в робы корейцев, которых гонят на работы в кандалах, на тачках. Я увидел восхитительный Пьяньян. Город, открытый всем свежим весенним ароматным ветрам. Город, спроектированный как будто бы одним ударом, который возвел эти поразительные красоты небоскребы и высотные здания. Эти проспекты, которые раскрываются на все стороны света, просторные, восхитительные. Эти площади с огромными объемами пространства. Эти ароматные, душистые, цветущие сейчас сады. Я посетил Пьяньянское метро, которое абсолютно напоминает наши своими просторными станциями, панно и дворцами. Я посетил университеты, где в электронных залах, оснащенных самыми последними компьютерами, работают студенты-аспиранты, имея возможность пользоваться учебниками и книгами на всех языках мира. Немецкий, французский, русский, итальянский. Меня, конечно, не пустили на ядерные полигоны и в ракетные пуски, но там, находясь в этих университетах, глядя на этих сосредоточенных, изучающих точные науки людей, я понял, что вот здесь истоки вот этого технического прогресса. Я был в театрах и слушал в этих театрах не рок-группы, не матерящегося шнура. Я слышал там корейских исполнителей, которые исполняют высшие произведения мирового искусства. Опера, музыка, балет. Это было так странно и восхитительно в наше время. Я бывал в гостях у академика, это элита научная, в его великолепной пятикомнатной квартире, потому что вся элита корейская и гуманитарная, и техническая, конечно, обеспечена государством очень высоко. Этот уже умудренный в годах человек, который занимается пьезоэлементами, а пьезокристаллы, это кристаллы, в частности, необходимые для создания гидроакустических приборов, гидролокаторов, которые, по-видимому, используются в северокорейских подводных лодках. Он сказал мне, что вся жизнь его связана с музыкой. Его любимое произведение – это «Шестая симфония Чуйковского». Я побывал на заводе, повторяю, не на ядерном заводе, не на заводе, который занимается телеуправлением ракет, а на самом простом, заводе, который тянет проволоку, медную алюминиевую проволоку, столь необходимую корее, которая строит электростанции, подстанции энергетические, нуждается в высоковольтных линиях. Это завод, он напоминал мне своим дизайном и своей архитектурой дома культуры. Он ничем не отличался. Их строил один и тот же ум, одна и та же воля, одна и та же эстетика. Повторяю, Корея показалась мне удивительной страной. А можно вопрос сразу, Александр Ильич? Нет, сейчас я договорю. Но, конечно, Корея – это не рай земной. Вот я подумал, что я бы, я со своей психологией, со своей пылкой энергетикой, своей рефлексией, я бы не смог там жить. Мне там было бы тяжело. Потому что Корея – это очень организованное общество. Это общество, которое живет десятилетия в мобилизационном проекте. Это общество, которое зарегулировано. Это общество, в котором чувствуется присутствие спецслужб. Это общество, в котором каждого иностранца, а может быть и соотечественное окружает огромное количество чиновников, регулирующих поведение на улицах, на работе и в быту. В Корее, в Северной Корее нет интернета. В Северной Корее невозможно взять телефон мобильный и позвонить соседнюю страну. Там невозможно читать иностранные газеты. Там общение с иностранцами не является большим благом. Но, понимая все это, я признавал, что вот эта закрытость, эта жесткость, эта зарегулированность, эта мобилизационность, и есть те условия, которые позволили Корее выстоять в этой чудовищной схватке. На весах корейской истории взвешивались суверенитет, независимость, добытая в страшных войнах победа. Сначала над японцами, потом над американцами. Или вот эти блага, так называемые права человека, свободы, гуманитарные ценности. И корейский народ выбрал суверенитет и независимость. Теперь я бы хотел рассказать об удивительном учении, или вернее даже о вероучении, которое позволило корейцам создать этот уклад, это общество. Это учение Чучхэ. Боже мой, я послышал, как часто невежды и циники смеялись и продолжают смеяться над этим странным учением. Сколько издевок и насмешек я выслушивал по поводу этого загадочного северкорейского учения. И вот там я посвятил немало часов, чтобы понять это учение. Оно очень интересно и очень глубоко. В центре этого учения стоит представление о человеке, чьи возможности безграничны. Человек способен совершить колоссальные деяния и воздействовать на окружающий мир практически безгранично. Но этот человек, отдельно взятый человек, ничто без общества, без коллектива. Он встроен в коллектив и обретает свое могущество именно в коллективе. Он передает коллективу все свои знания, все свои таланты, все свои возможности, всего себя самого. И коллектив общества, как огромная чаша, собирает эти ручейки дарений, ручейки этих способностей даров. Аккумулирует их, создает огромное плазменное поле и возвращает человеку вот эти добытые коллективным трудом знания и представления. И над всем этим висит, ну как бы, эмблема вождя. Корея – это вождистское общество. Вождь в Корее, он почти святой, потому что вождь, как считают корейцы, аккумулирует и выражает невысказанные, интуитивно живущие в народе чаяния, верования и стремления. Вождь угадывает эти верования народа. Вождь обрамляет эти верования в учения, в слова, в проекты. И реализует эти народные чаяния, мечты, проекты в деяниях. И таких вождей в Северной Корее три. Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, сам Ким Ир Сен, оба уже покойники. И вот этот новый молодой вождь Ким Чен Ин. 20.30, сейчас мы на три минуты разлучимся. Короткая пауза, информационный выпуск и потом продолжим. Программа «Без вопросов» на русской службе новостей. В программе «Без вопросов» Александр Проханов. Много вопросов от наших слушателей. Мы обсуждаем поездку Александра Андреевича в Северную Корею. Встречался ли Александр Андреевич с руководством страны, спрашивает ГАП, наш слушатель. Я встречался с третьим лицом страны, с главой парламента Северокорейского. Я спросил, товарищ председатель, вы поддержали Россию в ООН, когда обсуждался вопрос по Крыму. Ваша мотивация. Он сказал мне, что это решение России было справедливым. Крым населен русскими людьми. И все русские люди должны жить вместе, сказал он мне. И он поддерживает и приветствует решения и усилия Путина по усилению страны и государства, а также его отпоре, который он дает американским империалистам. Так что Корея – это страна дружественная. И наше некоторое небрежение Кореи, которое наметилось во время перестройки, а потом стало в Ельцине просто нормой политики, оно абсурдистское. Я продолжаю вот этот интересный момент о вождях. Культ вождя. Культ вождя. Вожди и Ким Ир Сен, и Ким Чен Ир, они именуются Солнцем. И это не метафора, это не поэтический образ. Я почувствовал, что Солнце, потому что день рождения Ким Ир Сена – это день Солнца в Корее. И они смотрят на него, на этого вождя, как на космическое явление. Они говорят, что Ким Ир Сен был ниспослан нам небом. То есть он возник как чудо. Он не был предсказуем во всей предшествующей корейской истории. Он возник как взрыв. И явившись как мессия, он, Ким Ир Сен, и создал это учение Чучхе, и создал Новую Корею, и выигрывал две войны. И посуществован родоначальник Великой Корейской эры. И с его именем связаны мистические, космические элементы. Хотя корейцы никогда не признаются вам, что они мистики. Они материалисты, они исповедуют материалистический взгляд на жизнь. Но, например, они рассказывают, что когда скончался Ким Ир Сен, в Корею прилетели журавли на два месяца раньше. И вся Корея была наполнена этими рыдающими, плачущими журавлями. И они расскажут вам, что когда Ким Ир Сен зашел на знаменитую гору, где он праздновал победу над американцами, вокруг этой горы засверкало множество радуг, как будто это была действительно своеобразная гора Синай. И они вам расскажут, что когда Ким Ир Сен приехал на 38-ю параллель, очень опасную, потому что там снайперы южнокорейские, и все очень волновались за него, вдруг с неба снизошел туман и укутал Ким Ир Сена в это облако, невидимое для снайперов. Поэтому они подносятся к этому как к культу. И везде повсюду вот эти исполинские статуи вождей, знаменитая такая парная статуя Ким Ир Сена и Ким Ченнеры. Да и небес, и когда ты к ней подходишь, я видел эти статуи в Бамиане, в Афганистане эти гигантские, высеченные в горах исполины. Вот такие же огромные бронзовые статуи. Когда ты запрокидываешь лицо, чтобы посмотреть на эти лихи там в небесах, в лазуре, то тебя охватывает какое-то недоумение, изумление. А потом в пантеоне, там где лежат эти два вождя в стеклянных саркофагах, возникает то ощущение, что там и лежат эти исполины. Там же в этих саркофагах находится, рядом с этими саркофагами находятся машины, на которых они ездили. Там же находится катер, на котором плавал и двигался Ким Чен Ир. И такое ощущение, что корейцы хотели отправить их в странстве на этих мерседесах, на этих катерах. И там, в загробной жизни, они тоже будут мчаться по дорогам, плавать по неедом морям. А в основе этого учения Чочхе лежит победа. Лежит философия и мистика победы. Вот как у нас, для нас, для русских, победа 1945 года является той чашей, из которой мы до сих пор, сквозь эти страшные, чудовищные годы, которые разорившие страну, уничтожившие нашу экономику, уничтожившие во многом нашу волю историческую, мы до сих пор пьем из этой чаши, чтобы не погибнуть, чтобы уцелеть. Я думаю, что восстановление сегодняшней России связано во многом с красным знамением победы, которое Путин вернул нам в обращение, и с праздником победы, который наша православная церковь празднует, как религиозный праздник. Я был на этой знаменитой 38-й параллели, которая разрезает две Кореи, северная и южная. Я слышал гулы и громы артиллерии, которые на той стороне раздаются, потому что там проходят южнокорейские и американские учения. Я видел проволоку, минные поля, груды, камни, которые навалены, чтобы закрыть проход танков. А по узкой дороге, по обеим сторонам, стоят огромные на возвышении глыбы, такие бетонные. Если, не дай бог, пойдут к танке, южнокорейские танки, эти глыбы будут подорваны, они завалят эту дорогу вместе с танками. Вот философия победы, которую одержали корейцы сначала над японцами, над японской оккупационной армией, потом над американской, это, конечно, их огромная звезда, это их лучезарная звезда, которая их держит. И, наконец, чтобы завершить свой краткий рассказ, я побывал в горах, где построен дворец, хранилище подарков Ким Ирсену. Ким Чен Иру. И среди бесчисленных подарков там сотни залов. Боже мой, чего там только нет. И золотые вазы, и костяные, там слоны, и всякие пергаменты. Там есть один зал, в котором стоит ЗИС-110, подарок Ким Ирсену Сталина. Это бронированный гигантский ЗИС, с толстенной броней, с трехслойными непробиваемыми стеклами. Я подумал, что Сталин, преподнося Ким Ирсену эту великолепную победную машину, он в багажнике этого ЗИСа, он прислал Ким Ирсену весь этот уклад. Он прислал музыку, песни, философию победы, борьбы. И Сталин при жизни сумел написать книгу «Вопросы ленинизма». И он объяснил соотечественникам, нам с вами, что такое вот этот ленинский уклад, ленинский дух, ленинская философия. Но когда он умер в 1953 году, Крущев слишком быстро разрушил все, что связано со сталинизмом. И не нашлось философа, не нашлось человека, который смог бы описать вот этот таинственный сталинский мир, в котором присутствует народ, вождь, индивидуум и гигантский народный коллектив «Священная война и священная победа». Вот мне кажется, что, когда я побывал в Северной Корее, отчасти я понял, что такое сталинизм, что такое вопроса сталинизма. Потому что там они были воплощены в такой вот кристаллической абсолютной форме. Александр Проханов делится своими впечатлениями от поездки в Северную Корею. И последнюю часть программы мы сейчас полностью отдадим вам, нашим слушателям. Плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль. Много вопросов приходит на смс-портал русновости.ру. Сайт, специальная кнопка в правом верхнем углу. И семь восемь восемь, сто семь и ноль. Телефон прямого эфира, код четыре девять пять. Все это после небольшой паузы. И на это время я запущу телефонное голосование. Вот ваше отношение к Северной Корее. То, что вы о ней знаете, то, что вы сейчас услышали. Скорее положительное, да, девятьсот шестнадцать пятьдесят пять восемьдесят один. К Северной Корее, к строю, который там существует. К жизни, которая там, о которой сейчас рассказал Александр Проханов. Скорее положительное отношение к Северной Корее. Девятьсот шестнадцать пятьдесят пять восемьдесят один. Вы голосуете. Скорее отрицательное. Девятьсот шестнадцать пятьдесят пять восемьдесят два. Код четыре девять пять. Не забывайте, код Москвы. Итак, результаты голосования. Ваше отношение к Северной Корее. Скорее положительное. 87,6% слушателей. Скорее отрицательно 12,4%. Александр Андреевич, такие результаты. Много сообщений. Сейчас я начну с тех, что пришли на сайте. И если позволите, с тех, кто вам оппонирует. Александр Андреевич пишет Андрей. Слушая вас, ваш рассказ о Пхеньяне, хочется верить всему. Но что вы скажете насчет тех кадров, которые гуляют по интернету, когда людей заставляют оплакивать умершего президента и кто недостаточно это делает? Милиция с ними что-то делает, спрашивает Андрей. Еще одно. Давайте сразу заодно просто эту тему от Феликса. Воспитывать патриотизм под страхом смерти. Корея далеко не империя. Земля, обнесенная колючей проволокой. Ну и так далее. Мне сопутствовала одна очаровательная женщина, переводчица, интеллигентка, которая была в России, которая была в Питере, в Москве, выезжала за пределы Северной Кореи. Она очень утонченный человек. И вот, когда она мне рассказывала о смерти Ким Мерсена, она вдруг зарыдала. Рядом не было милиции, автоматов, она зарыдала. А вот, когда люди встречаются с вождями, ну с теми, кто уже ушел и с новым вождем, я видел экстатизм. Это был восторг, это было какое-то такое обожание. Особенно, видимо, женщины склонны к этому. И когда катер с Ким Чен Ыном отъезжал от берега, люди, которые были на берегу, солдаты, рабочие, они кидались в воду, чтобы как бы продлить свою встречу. Над этим можно смеяться, над этим можно глумиться. Скептицизм наш безграничен. Ирония готова съесть и сожрать все. Нам симпатичен, видимо, тот тип, который глумится над всем, и над любовью, и над нежностью, и над обожанием Отечества, над небесами. Это все странно. Поэтому надо к этому относиться бережно и с пониманием. Я сам не таков. Я говорю вам, я другой. Но я абсолютно не кичусь тем, что я другой. Может быть, я, может быть, даже я и сожалею тем, что я достаточно изнурен в этой иронии, что мне в жизни было дано такое количество раз сомневаться. Я смотрел на попираемые мои ценности и на пафосную ложь, которая меня окружает. Поэтому я к этому отношусь очень осторожно и бережно. Что касается страны, обнесенной колючей проволокой... Ну, как вам сказать? Вы знаете, поезжайте на Рублевку и увидите виллы, обнесенные не просто колючей проволокой, а проволокой под током и с овчарками. Эта страна, Северная Корея, это крепость. Это крепость, на которую со всех сторон направлены ракеты, орбитальные группировки, направлены подводные лодки, подрывные операции. Она защищается. И она защитилась. Давайте скажем корейцам, раскройте свои границы, уберите свои ракеты и ядерные бомбы, пустите туда американцев, устройте горные зоны в Пхеньяне, заведите у себя красивых проституток, отдайте своих девушек в американские бордели. Последний день. Да и Арктика русская. Зачем нам нужна русская Арктика и русский Кавказ? Давайте жить дружно со всем миром в пределе Вологодской губернии. И хорошо бы еще, чтобы вот в этой свободной, открытой миру Вологодской губернии губернатором был Абрамович. Мы за это с вами сражаемся. Давайте сейчас спросим. Смотрите, почти 88% сказали, что скорее симпатизируют Северной Кореи. А вы хотите, чтобы жизнь в нашей стране была похожа на ту, которая в Северной Корее? Да, 916-55-81, 916-55-81. Да, хотите. Нет. Возможно, та зарегулированность, о которой и Александр Проханов говорил в своем выступлении, возможно, это вас пугает все-таки. Тогда 916-55-82. 916-55-82. Нет, вы против того, чтобы нечто подобное, похожее режим установился в нашей стране. Вот такое голосование в чем-то провокационное, но давайте посмотрим результаты, сравним их с предыдущим нашим опросом. А пока вопрос от Дзяниса. А я бы вот, хороший вопрос, Павел, а я бы этот вопрос сопроводил следующим вопросом. Вот страна, именуемая Советский Союз, ну, в 30-м году, и все уже знают, включая вождя, что война с Германией неизбежна. И что там гестапо, и что группа «Центр», она как ножом пронзит, и России предстоит потерять на этой войне 30 миллионов. Мы согласились бы с этим жестким сталинским режимом, с этим мобилизационным проектом, с этими заводами, которые мы строили каждый день на тачках, возя эти штуки. Или мы согласились с бухаринским проектом эволюционного развития, упование на крестьянское мелкое хозяйство, крест на индустриализацию. Мы хотели бы выдержать в этой страшной войне? Или готовы были бы проиграть Гитлеру, как некоторые либералы нам говорят? Пусть бы Гитлер лучше дошел до Урала, чем терпеть этот сталинский режим. Ну, слушатели на другой вопрос отвечают. Ну, если проводить аналогии, то 23% хотели бы. Вот пока результат 23% против того, чтобы в России был режим, похожий на северокорейский, 23,5%. 76,5% соответственно за. Было больше, да, было 88% почти тех, кто симпатизировал КНДР. Какое количество хотел бы вариант Кореи у нас? 76,5%. Это солидный процент. Хотя, повторяю, вот я, находясь там в Корее, мне было бы очень трудно жить. Очень трудно. Но я в своих проповедях считаю, что сегодняшняя Россия не избежать мобилизационного проекта. Без мобилизационного проекта не победить коррупцию, не победить мерзавцев, не победить тех, кто хочет в Крыму строить публичные дома и горные зоны. Не поднять заводы и не выстоять в той огромной драме, которая разворачивается сегодня в мире. Либо безграничная свобода, либо жесткое регулирование и победа. Дзянь спрашивает, как в Корее относятся к России, что там от нас, чего там от нас ждут, чье влияние в Корее больше заметно, Китая или России? — Корея очень русифицирована. Знаете, это даже странно. Нет, ну, конечно, просто когда узнаешь, что русские там абсолютные улыбки и симпатии, но не в этом дело. Видимо, вот это влияние Советского Союза в 50-х годах, в 60-х годах было таково, что вся корейская музыка, она советизирована, русифицирована. Это странно. Я там почти не слышал вот этих национальных корейских интонаций, мелодий, чего достаточно много в Китае, чего стоит пекинская опера, абсолютно китайская. Там все, все мелодии, в них так или иначе звучат интонации военных или послевоенных советских песен. Я поражался. Даже политические песни, даже политические марши, в них звучат, там вот эти песни, вышел в степь Донецкую, парень молодой, или там хорошие весной в саду цветочки. Это все есть. Поэтому там очень много советского, значит, и русского. Но когда я пришел на один из концертов и видел, как там на сцене поет ансамбль нашего МВД, дюжи наши мужики с крутыми грудями или грудями, как бы ваша сказала диктор, что я не знаю, грудями или грудями, они поют «Калинку-малинку» и зал аплодирует. Я понял, что в Корее Россию любят и чтут. Тем более, что, повторяю, если миру грозит опасность, если начинаются собираться такие большие союзы, и то Россия, которая двинулась сейчас на восток после всех санкций, и для которой Китай является стратегическим союзником на ближайшее время, конечно, Корея – это наш союзник. Так, у нас буквально пара минут остается. Давайте, 1-2 звонка, 788-107-0. Телефон в студии по коду 495. Здравствуйте, как вас зовут? Да, как вас зовут? Представьтесь. Здравствуйте, Станислав. Да, прошу. Я тебя убавил. У меня вопрос, вопрос или даже мнение к Александру Ильичу. Да, только коротко. Первое. Позиция РПЦ по поводу Украины. Вчера или позавчера в Харькове РПЦ Московского Патриархата вместе с униатами, вместе с католиками молились о так называемом единстве Украины. То есть РПЦ Московского Патриархата на Украине просто слилась и в экстазе слилась с хунтой. Это раз. И второе. Это ваше утверждение, да? Это факт. Это факт. Это было в Харькове позавчера. И это самое второе. Позиция нашего бизнеса. На Украине вот эти еврейские олигархи спонсируют фашистов-правосеков. Где наши бизнесмены, которые хотя бы бронежилеты, чтобы купили для русского сопротивления на Востоке? Ну хотя бы хоть что-то, хоть копеечку бы им дали. Согласен с вами. Согласен. Трагедия русского Патриархата на Украине. Они так боятся потерять свои приходы, боятся отдать их униатам. Они так боятся потерять Почаевскую и Киевско-Печерскую лавру, что, мне кажется, они допускают недопустимое. И, кстати, наша московская патриархия, она слишком осторожна в своих оценках нынешним событиям. Слишком, ну что ли, аккуратна. Она так или иначе, она боится, наверное, усилить вот эту антицерковную, антирусскую тенденцию в кругах украинского православия. Мне это тоже кажется странным, неприятным, и это меня коробит. Что касается этих еврейских олигархов, для того же Порошенко, который сейчас хочет стать президентом, весь его шоколадный бизнес на 25% здесь, в России, да пойти в магазины, вышвырнуть под колеса автомобиля его мерзкий шоколад. Потому что этот шоколад уже после сегодняшнего и вчерашнего дня, он уже омыт русской кровью, украинской, а мы все еще терпим. Но, друзья мои, это политика, это не студия русской службы новостей. Через Украину проходят наши магистральные газовые нефтепроводы. Это крупнейшая экономическая структура, на которой завязана Европа и завязана наша вся европейская геополитика. Тут уточняют, у нас уже нет практически времени, гостиница Ян Гокдо. Не в ней ли случайно вы останавливались, спрашивает 95-й? Нет, я останавливался в гостинице Куре. Это гостиница еще, наверное, в 80-х годов. Это хорошая гостиница, но и скосторомодная. А там есть гостиница стоэтажная, она возвышается, как огромная, гигантская, стеклянная, хрустальная пирамида над Пхеньяном. Ну что, поставим многоточие, впечатлений много. Безумно интересный рассказ Александр Проханов в программе «Без вопросов». Спасибо, что пришли.